На этих кадрах Милане всего два месяца. Вместе с мамой она впервые поедет домой. С самого рождения малышка видела только больничные стены. Анализы, исследования и диагноз на всю жизнь. Муковисцидоз. Я сама пандемия. Сейчас девочку не узнать. Ей уже три года. Всё благодаря врачам. В отделении пульмонологии в Аноматронинской больнице Милана частый гость. Муковисцидоз – это врождённое заболевание, которое нельзя вылечить, но можно контролировать. Поломка происходит в генетической цепочке. В организме выделяется очень вязкая секреция. Слизистая скапливается и создаёт гнойные пробки в лёгких. Желудочно-кишечный тракт плохо переваривает пищу. Мы постоянно только на лекарствах живём. Сыхательные процедуры, креоны. Здесь-то более-менее есть, потому что здесь всё дают. А дома-то только креоны. Дышим дома три раза в день. А ещё у таких детей резко возрастает риск инфекционных осложнений. В прошлом году у девочки обнаружили опасную синегнойную инфекцию лёгких. Лечение долгое, длится месяцами. Из-за проблем со здоровьем девочка плохо питается. Весит Милана, как годовалый ребёнок. Врачи беспокоятся. При муковисцидозе вес имеет жизненно важное значение. С хорошим весом у ребёнка лучше развиты мышцы, которые позволяют лучше дышать. Лучше сокращается сердечная мышца. То есть, ну это как бы вот общее питание. То есть, он может двигаться, такой ребёнок. То есть, без мышц, вот без массы, человек же даже двигаться не может. А для таких детей постельный режим, отлежачий режим – это буквально равносильно приговору. Врачи советуют Милане специальное питание, которое будет легко усваиваться и давать девочке необходимые вещества для роста. Препараты дорогие, требуется 125 тысяч рублей. Помочь Милане может каждый. Отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Средства также можно перевести другими способами, указанными на сайте Росфонда. Маргарита Кислицын, Иван Прокудин. Новости АЭС Байкал ТВ.